Женщина-мать, женщина-воин. Старшина Вера Лиханова из Павлодара прошла всю Великую Отечественную войну. Из-за хорошего слуха на фронте она могла услышать приближение вражеской техники и распознать, движется танк, пушка или летят самолеты. После войны она много лет проработала в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. В преддверии 70-летия Великой Победы бывшую фронтовичку поздравили молодые спасатели и пожарные. Павлодарские спасатели в гостях у своего ветерана бывают частенько. Но сегодня повод особый. И личный состав департамента по чрезвычайным ситуациям решил сделать Вере Кондратьевне необычный сюрприз. Они не только купили ценный подарок, но и взяли в руки гитару и гармонь. Узья добровольцем, а воевала Вера Алиханова на Первом Белорусском фронте, она помогала однополчанам заранее предупредить приближение вражеской техники. В батальоне прожектористов ее официально так и называли «слухач номер один». Обладая безупречным слухом, она могла по звуку обнаружить движущиеся объекты противника по вертикали, то есть бомбардировщики и истребители в радиусе 30 километров. А по горизонтали, если идут танки или бронетранспортеры, на расстоянии до 50 километров. Вот такой у нее был уникальный дар. Однажды после очередного боя ей пришлось самой возглавить взвод. Старшина погиб, командир батареи говорит, пшенично, занимай место, будешь старшиной. Вот и пошла, сосчитала, сколько боеприпасов, снарядов осталось. Мы гордимся этим. Вы действительно для нас являетесь примером. Со своим взводом Вера Кондратьевна прошла через всю Украину, Белоруссию, Польшу и пешком с рации дошла до Германии. Слышим грохот, шум, не то самолеты летят, не то стреляют. Слышим, кричат, виват, виват. А русские орут, победа, победа. Ну и что, плачем от радости. Так получилось, что в одном из боев под немецким ордером Вера Кондратьевна получила тяжелое ранение и почти полностью потеряла слух. Случилось это как раз весной 1945 года, когда все уже знали о том, что дни Гитлера сочтены. Слухача номер один подстрелил фашистский снайпер. Когда ее нашли, Вера Алиханова была без сознания и у врачей ушел почти год, чтобы поставить девушку на ноги. Домой она вернулась только в 1947 году и продолжила служить в противопожарной части. Слух фронтовички так полностью и не восстановился. Только здоровье самое главное. То, что нужно от нас, мы всегда будем помогать. Наша забота о них будет всегда. Сегодня Вера Кондратьевна окружена любовью близких и коллег. У нее растут 9 внуков и 5 правнуков и проправнуков. А на груди ее парадного костюма в преддверии майских праздников появилась еще одна медаль в честь 70-летия Великой Победы. Из Павлодара Соловат Семербулатулы, Марат Игликов и Алексей Мельницкий.